Валютные прогнозы, главные экономические тренды и интересы казахстанских потребителей в информационной программе Народная экономика. Здравствуйте! И сегодня в программе. Какая приправа убережет от болезни Альцгеймера? Можно ли сэкономить на выплате налога с имущественного дохода? И как стать сильнее в 10 раз? Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит свои возлюбленные подарки, говорил немецкий писатель и поэт Навалис. Но сегодня мало кто радуется, сталкиваясь со сложной системой налогообложения. Хотя есть нюансы, которые могут облегчить нам жизнь. Например, есть реальная возможность сэкономить деньги на оплате налога с имущественного дохода. О том, как это сделать, далее. Квартирный вопрос. Представьте, вы купили жилье, а в течение года перепродали его по более высокой стоимости. Разница между заплаченной вами суммой и конечной ценой объекта будет имущественным доходом, с которого вы обязаны заплатить налог государству. К слову, в эту категорию попадают не только дома и квартиры, а также транспорт, ценные бумаги и ювелирные изделия, которыми вы владели не более 12 месяцев. С этого имущественного дохода физлицо должно сдать декларацию и уплатить налоги. Налоги высчитываются по ставке 10% от миллиона, это получается 100 тысяч рублей. То есть, если он в этом году уже продал, то в следующем году с 1 января по 31 марта должен предоставить соответствующую форму налоговой отчетности и уплатить налоги не позднее 10 апреля. В аренду недорого. Также по доходным налогам облагается прибыль от аренды квартир и домов. По закону, если вы сдаете помещение, то должны встать на учет как индивидуальный предприниматель и регулярно платить 10% от дохода. Однако государство идет навстречу коммерсантам и выбрав упрощенную налоговую декларацию, вы снизите ежемесячные выплаты в казну до 3% и тем самым сохраните свои деньги. К слову, если вы решите перепродать земельный участок или нежилое помещение, то доход с имущества образуется автоматически и неважно, сколько времени вы владели этим объектом. А это значит, что уплаты подоходного налога не избежать. Сам себе счетовод. В договорах купли-продажи прописывается сумма сделки, из которой вычисляется величина налога. И высчитывать суммы пошлины должны не налоговые инспекторы, а вы сами. Затем остается лишь заполнить налоговую декларацию, приложить к ней копии договоров и сдать в уполномоченный орган. Что нам стоит? Дом построить. Если вы получили в наследство дом или построили его сами, а потом в течение года решили продать жилье, действовать нужно по другой схеме. Как только вы стали владельцем имущества, специалисты советуют сразу же провести его независимую оценку. За услуги специализированных компаний вы заплатите в среднем от 4,5 тысяч тенге. Но эти траты обоснованы, потому что экспертиза в бюро технической инвентаризации проводится не по рыночным ценам, а по их собственным ставкам. Если берется оценка БТИ, то это в целях обложения налогом на имущество. Она совершенно низкая и по установленным ставкам идут, а не рыночная. А рыночная, соответственно, она большая стоимость возникает. Физлицам, получившим имущество, чтобы не уплачивать большую сумму по доходному налогу, желательно сразу проводить оценку и откладывать его. Тогда уже не будет такой большой суммы, может быть, вообще ее не будет по доходному. Злостным неплательщикам бой. Опасно уклоняться от уплаты пошлины. Госорганы расценивают это как сокрытие доходов и налагают штраф в размере 150% от суммы неуплаченного налога. За непредоставление налоговой отчетности нарушителей в первый раз ждет предупреждение, а во второй им придется заплатить 30 МРП или более 50 тысяч тенге. Электронное правительство набирает обороты. Теперь потребители пользуются онлайн-услугами не только цонов, но и налогового управления. В период с января по сентябрь более 330 индивидуальных предпринимателей встали на регистрационный учет, а также получили около 4 тысяч патентов через интернет. Далее в программе самые народные экспресс-новости экономики Казахстана и мира. Лишняя информация. Теперь номер двигателя не указывается в свидетельствах о регистрации транспортных средств казахстанцев. Раньше, меняя мотор, приходилось переделывать и этот документ. С начала ноября процедура упразднена, что существенно экономит время автомобилистам. Место под солнцем. Юристы и представители административного управления яростнее всех борются за вакансии. Таковы результаты исследования казахстанского рекрутингового агентства. В среднем на одну свободную должность правоведа претендует почти 90 соискателей, а на объявления о поиске офис-менеджера или координатора откликаются более 85 человек. От всех недугов. Розмарин защищает мозг от старения. К такому выводу пришли британские и японские ученые. Эта специя активирует защиту организма, выводит токсины и помогает избежать болезни Альцгеймера. К слову, употребляя розмарин, можно не бояться побочных эффектов. А цена этой приправы от 800 тенге за килограмм. А вот это интересно. Теперь в Казахстане можно купить экзоскелет. Изобретение возвращает людям с ограниченными способностями возможность ходить, а также делает человека сильнее в 10 раз. Скорость бега в этом костюме увеличивается до 40 км в час. Заряда батареи хватает на 3 часа непрерывной работы. Однако такое приобретение не из дешевых. Цена костюма более 400 тысяч тенге. Это были самые интересные на сегодня экспресс-новости рынка. В следующую минуту экономика в цифрах. Какие продовольственные товары самые дешевые в Казахстане? Сто одежек и все без застежек. По последним статданным, самый дешевый продукт в Казахстане – белокочанная капуста. За килограмм полезного овоща мы платим порядка 60 тенге. Следующий в рейтинге – картофель. Цена продукта, занимающего существенную нишу в нашем регионе – почти 75 тенге за кило. И замыкает тройку хлеб. Средняя стоимость главного продукта на прилавках наших магазинов – 80 тенге. Далее в программе самая практичная рубрика «Рецепты экономии». Сегодня узнаем, как сэкономить на пластиковых окнах. Тепло ли тебе, девица? Чтобы не почувствовать себя героиней сказки «Морозка» в собственном доме, мало позаботиться о бесперебойной работе батарей. По словам экспертов, почти десятая часть тепла улетучивается через щели в окнах. Многие из нас уже успели оценить практичность и удобство пластиковых стеклопакетов. Некоторые же пока раздумывают об их покупке и установке. О том, как выбрать правильные окна и не переплатить – далее. Всему свое время. Сэкономить на покупке пластиковых окон можно, если заказать их зимой или весной. Некоторые компании, чтобы мотивировать покупателей, делают подарки – бесплатные москитные сетки, которые пригодятся летом. Либо вручают средства по уходу за окнами. Стандартно окно в пятиэтажке в пределах 30 тысяч и выше. В зависимости от марки, профиля, открывания и так далее. Установка входит в стоимость. В основном демонтажный мер доставка бесплатна. В грамотной установке именно зависит, насколько прослушат вам это окно. Избежать лишних трат можно, если вы выберете стандартные белые окна. За стилизацию под дерево или необычный цвет рамы вы заплатите в среднем на 40% больше. К слову, варьировать можно и ширину подоконников. Если вам без надобности широкий подоконник, то нет смысла переплачивать за лишние сантиметры. При выборе компании нужно обращать внимание, есть ли договор. Есть просто компании, которые дают гарантию только на словах. То есть, соответственно, никакое последующее обслуживание, если даже не позвоните, они не предоставляют. Потому что нет подкрепленных именно данных договором. Оптом дешевле. Выгоднее всего обращаться напрямую к компании-производителю. Так вы сможете сэкономить до 30% на масштабной покупке, минуя посредников. Однако помните, что такие фирмы берутся только за большие заказы. А значит, лучше менять окна во всем доме сразу. И возвращаясь к главной теме выпуска. Мировой рейтинг стран с самыми высокими налогами. Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов, сказал немецкий ученый Гарольд Нарр. Как показало международное исследование, успешнее всего справляются с этим в развивающихся государствах. Первое место рейтинга стран с самыми высокими налогами заняла Венесуэла. Правительство объясняет большое количество поборов необходимостью наращивать военный потенциал страны. Следом идет Африканская республика Чад. Жители этого государства ежегодно платят в казну 54 вида сборов. Замыкает Т-3 Гвинея. Тут действует необычный налог на мир. Гвинейцы платят пошлину за каждый год без войны. И напоследок. Даешь отечественное мыло. В Казахстане намерены отказаться от показа турецких и корейских сериалов. Ведь эксперты уверены, что отечественные фильмы ничуть не хуже. К тому же это не только поднимет престиж нашего кинематографа, но и сэкономит государственные деньги. По подсчетам специалистов, уже в 2014 году есть возможность сохранить около 140 миллионов тенге. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»